Добрый день, уважаемый Сайдмурод. Хочу вас попросить, чтобы вы рассказали нам о франчайзинговом бизнесе. Я ержанец Казахстана, я не знаю, какой бизнес открыть. Что я люблю? Люблю детей, и дети меня любят. Есть идея открыть развивающий центр для детей. Шестой, жена любит шить. Проходила частные курсы шитья. Она тоже болеет, все этим хочет. Собственный бренд. Ваши советы, Сайдмурод, что рекомендуете мне? Как жене достичь желаемого собственного бренда? Спасибо вам, Сайдмурод. У меня такой вопрос. Я сам уже 4 года работаю повар, сушист, пиццмейкер. И хочу открыть место для доставки еды. У меня есть опыт. Стоит ли отдать производство в первую очередь? Если опасности потерять качество. Это все лишь, что помогает большее количество людям. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите вопросы, рубрика «Вопросы до Владова». Спасибо, что вы подписались на нашу рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику, рекомендуйте наш канал. Поделитесь нашим каналом своими друзьями, знакомыми, кому это поможет. Дорогие мои, кто-то помогает своими словами, кто-то помогает своим примером. А чья история изменяет жизнь кого-то? Рубрика «Вопросы до Владова» создана для того, чтобы, когда люди хотят, получат ответы на свои вопросы, чтобы им было легче и заодно, чтобы мы могли общаться с вами, дорогие мои. Потому что иногда порою я отвечаю на одно вопрос, а этот ответ получают несколько тысяч людей. Возможно, у вас этот вопрос появится чуть позже. Возможно, это трудности или этот вопрос, или эта ситуация окажется в будущем, но зато вы будете знать, как с этим справиться. Первый вопрос. Добрый день, уважаемый Сайдмурот. Хочу вас попросить, чтобы вы рассказали нам о франчайзинговом бизнесе. Выгодно ли покупать франшизу? Какие франшизы сейчас успешнее? В какой стране выгодно купить франшизу? Заранее благодарю. Дорогие мои, франчайзинг-бизнесе, я сам держу франчайзи, франшизу. Поэтому я это очень хорошо понимаю. В моем парфюмерном бизнесе я создал франшизу, поэтому мы расширялись. До карантина у нас было 404 магазины. Сейчас только-только после карантина мы запустили их в одном бренде, в другом бренде. 52, что ли, или 51, что ли, магазинов и так далее. В самой вот этой тренинговой компании, которую вы видите, у меня есть франшиза. В общем, мы свои партнеры берем, поэтому мы развиваемся и так далее. Это очень выгодный бизнес. Франшиза, брат, надо, если вы берете в сфере услуга, в сфере фастфуда, в сфере, скажем, пригмахерской, в сфере какие-то либо образовательные и так далее, то же самое главное, чтобы эта франшиза работала. Это самый главный продукт какой. И, скажем, когда вы хотите покупать франшизу, вы покупаете готовый бизнес. Вы покупаете проверенный бизнес. Вы понимаете, о чем я речь? Вы покупаете проверенный готовый бизнес. И это очень выгодно. Но если франшиза работает, просто некоторые франшизы не работают, некоторые люди думают, что просто логотип создали или какой-то еще дополнительно, скажем, пара стандартов расписали, и им кажется, что это франшиза. Нет. Франшиза – это от А до Я разработаны все бизнес-процессы, все модули, все фильмодели. Все, в общем, детально изнутри до мелячей, отточенная система, которая помогает вам, что вы просто соблюдая эту систему, вы получаете гарантированный результат. Поэтому, когда вы покупаете франшизу, обычно кто дает вам франшизу, они чуть-чуть следуют вашей линии, они дадут вам определенные анкеты. Вы анкетыруете, вы исследуете свой линии, потом, исходя из того, что вы делаете, они вам дадут фильмодел, они вам дадут почитать окупаемость этого бизнеса в вашем регионе и так далее. Но так делят те компании, которые реально, их франшиза работает. А те компании, которые их франшизы не работают, просто логотип создали или там два пакета делали туда и чуть-чуть, думают, что у них есть франшиза, тогда, конечно, у них это не работает. Поэтому купить франшизу очень выгодно. В Западе давним-давно это работает, у нас только-только происходит, но, к сожалению, недобросовестные франшизы очень на рынке много. Те франшизы, которые результаты не дают, сейчас очень много. Не то, что один-два, сейчас действительно много. Поэтому, прежде чем вы покупаете франшизу, сначала общайтесь, можно сказать, с владельцем франшизы, я имею в виду, кто продает франшизу. И еще, пожалуйста, общайтесь с теми, кто уже приобрел эту франшизу, остался ли он доволен или нет. Езжайте своим глазом, посмотрите. Не только по телефону, а езжайте, посмотрите глазами, если вы хотите, чтобы действительно не ошибаться. Несколько вариантов. Например, скажем, что вы хотите покупать франшизу какой-то Пригмахерцк или фастфуд, или образовательный центр, или что-то нибудь. Езжайте туда, посмотрите, несколько франшиз, кроме тех, которые сам руководитель, то есть хозяин держит. Остальные посмотрите. Оплачивается паушальный визуал, паушальный визнос и еще роялти оплачиваются, в зависимости от того, как вы договариваетесь. Ассаламу алейкум, саймур адахам, я ержан из Казахстана, я не знаю, какой бизнес открыть. Что я люблю? Люблю детей и дети меня любят. Есть идея открыть развивающий центр для детей, детский садик, недвижимость, имею в виду земельный участок. Имеется для бизнеса. Это первое. Второе. Есть актерские навыки. Снимаюсь на концертные мероприятия, играю в главных ролях. Вообще не стесняюсь, очень хорошо играю. Организаторы сами вызывают меня для съемки. Третье. С 2009 года заболел сетевым бизнесом в студенческие годы. Есть опыт. 10% в сетевом бизнесе. Четвертый. Закончили юридический факультет. Юрист. Опыт. 20%. Где-то вот так. Мне нравится. Пять. Есть салон красоты. Сдаю в аренду. Шестой. Жена любит шить. Проходила частные курсы шитья. Она тоже болеет. Все этим хочет. Собственный бренд. Ваши советы, Сайдмурдага. Что рекомендуете мне? Как жене достичь желаемого собственного бренда? Спасибо вам, Сайдмурдага. То есть, Ержан хочет, чтобы... Я говорю, что ему делать, и чтобы было легче, удобнее, и что жени. Ержан, дорогой. Видите, несколько разных направлений. Вы уже попробовали заниматься, и так далее, и так далее. Обычно это типичное мышление нашей массовой народа. Что мы попробуем себе там, попробуем там, попробуем там, попробуем там. До тех пор, пока где-то у нас хорошо получается. Пока мы ищем себя, и так далее, это всегда так. Но я вам скажу так. До 30 лет так можно. Но я бы не рекомендовал после 30 так делать. Потому что годы уйдут. Поэтому вы говорите, что вы любите детей. И вы говорите, что вы любите съемки, как актеров, и так далее, и так далее. Но если вы реально... Посмотрите. Если вы любите детей, делите бизнес вокруг этого. Образовательный центр, частный садик, частная школа, и так далее, что-то. И там как раз и ваше выступление пригодится, и ваш опыт пригодится. И ваше умение, как свой маркет, там тоже пригодится, чтобы помочь, вдохновлять, мотивировать этих детей. Если вы любите, делайте вот этого. Потому что надо делать то, от чего ты не устаешь. Я так понял из того, что вы написали, что одно из того, что вы не устаёте, именно это. На самом деле, из тех направлений, которые вы здесь озвучивали, то есть написали, вы можете любой из них развивать при желании. Куда вы будете тратить свое время, энергию, там вы будете развиваться. Но желательно, я вам рекомендую, вокруг детей. Почему? Потому что дети больше станутся с каждым днём. Во-первых. Во-вторых, образование – это трендовое. Бизнес на данный момент, он будет ещё расти, будут ещё актуальнее и так далее. Вот, жену, как стать брендом? Брендом стать – это очень дорого обойдётся ей. Ей надо сначала просто шить всё то, что люди хотят. Ей надо просто вначале шить то, что людям нравится. И немножко деньги накопить. А потом начинать постепенно шить и создавать свой модел, свой модел и продвигать его. Просто брендом стать – это просто одна мечта, говорит просто бренд. На самом деле, надо, чтобы у него стиль был особенный. Можно сказать, его индивидуальный стиль должно быть, дизайн, стиль и так далее. И к тому же мощный маркетинг. Очень надо много продвигать. Хорошо, что сейчас интернет есть, по интернету можно хорошо продвигаться. Так что скажите свою жену, что сначала пусть поработает ещё то, что людям нравится, немножко накопит деньги и по чуть-чуть, по чуть-чуть себе по соцсети и так далее начнёт свой модель раскручивать, чтобы со временем на слуху была её модель, и люди видели, снили то, что она делает, и чтобы у неё свой бренд формировался. Что такое бренд? Бренд – это гарантия качества. Если она хочет стать брендом, она должна гарантировать качество. И если надо будет иногда возвращать товар, иногда там, не знаю, заменить товар и так далее. Бренд – это гарантия. Она, если готова на это, пусть идут. Ас-салам алейкум, наставник. Пишу вам свои вопросы с надеждой, что у вас будет время и ответите. У меня такой вопрос. Я сам уже 4 года работаю повар, сушист, пиццмейкер, и хочу открыть место для доставки еды. У меня есть опыт, есть инвестор, который сказал, поможет мне на этом. После читания ваших книг, слушания ваших тренингов и рубрики, я сильно хочу открыть своё место. Брату предлагаю, говорит, подожди ещё девушке, говорю свои мысли, тоже говорит, подожди ещё год или два. Изучай и собери деньги. Как бы ни быть, так как я сам граждан Таджикистана, из города Гисара, инвестор он из Дагестана. Знакомый, брат мой, спасибо большое, скажите мне, что делать, подождать год, читать книги ваши и смотреть ваши тренинги или действовать. Дорогой мой, если ты хорошо уже умеешь делать суши и ты хороший повар, это одно параметры, одно параметры. Видишь, если ты открываешь своё место и так далее, очень важно, чтобы ты понимал продажу. Ты сейчас производство знаешь, то есть это ты знаешь кухни, но продажа, администрирование, это часть и продажа, это ещё очень важная часть этого бизнеса. Каждый повар бизнесменам не могут быть, точно так же, как каждый врач не могут держать клинику. Но тебе делать бизнес в этой сфере, это самое правильное будет, нежели пойти, например, торговлей одеждой заниматься или чем-то другим. Поэтому ты должен найти ещё одного такого человека, как ты сам, который имеет опыт администрирования именно в области кафе и фастфудах. Найди такого человека, с ним вдвоём откройте, тогда у тебя дело хорошо пойдёт. Или у тебя нужно побольше денег, когда тебе инвестор твой инвестирует, ты первым делом, что должен делать, найми хорошего администратора, который в ресторанном бизнесе имеет большой опыт. И тогда ты отвечаешь за вкус, за кухню и так далее, он отвечает за маркетинг, за продвижение, на администрирование внутри ресторана или кафе или то, что височный бар, который вы хотите открыть. Поэтому вот это, когда ты сделаешь, дело у тебя очень хорошо пойдёт. Но ты станешь лучшим, работай над собой, работай над тем, чтобы ты стал один из лучших поваров именно суши-пицмейкером. Хорошо? Ты работай на этим, пожалуйста, суши-пицмейкером. Тогда вы можете спокойно открывать какую-то кафешку или так далее, дело очень хорошо пойдёт. Меня зовут Максад, я из Астании, занимаюсь предпринимательством, хотел свою производственную часть и отдел продажи отдать на ауссорсинг, чтобы освободить себя для масштабирования своего бизнеса. Стоит ли отдать производство в первую очередь, если опасности потерять качество? Я, честно говоря, не понял, какое направление вашего бизнеса. Вы, пишите, занимаюсь предпринимательством, но я не понял конкретно, что именно. Конечно, можно производству отдать ауссорс, и продажи можно отдавать ауссорс. Почему нет? Можно и то, и то делать. Но чтобы отдавать ауссорс, вам нужно, чтобы конкретно знать именно этапы контрола, чтобы в производстве качество не падало, и объёмы, чтобы не страдали, чтобы не получилось так, что вы начали получать не тот качество и меньший объём. Вдруг, если подводят вас, будут очень проблемы. И на продаже то же самое, чтобы у вас все этапы были под контролом. Разработайте систему контрола. Три вещи, то есть хотя бы 3-4 показателя контроля разработайте, от 3 до 5. Которые помогают вам контролировать и качество, и объём в области производства, и, соответственно, в области продажи. Сервис и поток людей, и деньги, чтобы сумма не упала, и так далее. Тогда, пожалуйста, дайте ауссорс, это нормальное мнение. Почему бы нет? Можно тогда, это наоборот. Вы, наоборот, сокращаете часто расходов. То есть постоянные расходы приходят к применимым расходам. Бизнес, который около 60-70% от статьи расходов составляет применимые расходы, а 30-40% составляет постоянные расходы. Этот бизнес более конкурентоспособен по сравнению с тот бизнес, который 60-70% постоянные расходы, а 30-40% применимые. То есть всегда старайтесь, чтобы постоянные расходы были меньше, а применимые расходы составляли 70%. Тогда ваш бизнес менее рискованно. Почему? Это проверено многократно. В период, особенно в период кризиса, бизнес, который постоянно расход большой, они очень страдают сильно. Вот почему. Дорогие мои, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим друзьям, знакомым нашу рубрику. Дорогие мои, поделитесь нашим рубриком с вашими знакомыми, с вашими друзьями. Представляете, чтобы помогать большее количество людям.